Сегодняшний наш сюжет посвящен шарику, а точнее играм, в основе которых находился простой шарик. И хочется сразу вспомнить погремушку. Обыкновенную детскую погремушку. Она имела функцию оберега, то есть ребенок пользовался таким предметом для того, чтобы отогнать злые силы. В советское время, конечно, у всех детство счастливое начиналось обыкновенной погремушки. И почти в каждой обязательно был шарик. Вот, видите, кот. Слон. Для мальчишек были уже машинки, паровозы. Ну, если говорить о шариках, то, конечно же, хочется вспомнить воздушный шарик. Ведь, ну, какое детство без воздушного шарика? Давайте вспомним замечательное это время, когда на демонстрации шли обязательно флажки и шарики. Вот у нас здесь вот есть вот эти книжки, которые об этом напоминают. Я помню свое детство. Мы садились на велосипеды и ехали на демонстрацию. И не все из нас участвовали в демонстрации. В карманах у нас лежали рогатки. Были изготовлены пульки сгнутой, уголком согнутая алюминиевая проволока, нарезанная плоскогубцами. И оттачивали свое мастерство стрельбой по шарикам. Промышленность пошла по методу очень такому остроумному, чтобы не придумывать специальные шарики. Вот для таких, например, пистолетиков. Здесь использовался обыкновенный теннисный шарик, который стоил 7 копеек, продавался в каждом магазине. Игрушка, которая использует этот шарик, работает безотказно и по сей день.